И данной квалификацией Signature Trust против команды First Departure. Формат данной игры Best of One, игра на вылет, это лозера. Сейчас мы взглянем с вами на сеточку, и мы видим, что и FD, и Trust уже одну игру проиграли, и больше проигрывать нельзя. Так что тут идет бой насмерть. Победитель выходит на победителя игры Creators и TNC. Ну и сегодня у нас будут еще, кроме этой игры, целых две. Это команда Минески против Реджекта, это команда Creators и TNC, как я сказал только что. Так что дота будет у нас этим много, будет ее предостаточно, но пока будем смотреть именно за данным противостоянием. First Departure против команды Signature Trust. Если мы говорим о коэффициентах, то явно фаворит все-таки имеется. Это команда First Departure 1.5 на GamingBets на Trust 2.2. Не могу сказать, что коэффициенты как-то особо различаются, но фаворит при этом имеется. Это FD. 10 секунд. Ну и траста будут стараться все-таки как-то доказать букмекерам, что все возможно, тем более в формате Best of One по-настоящему возможно сделать невероятную победу. Как-то выиграть пик, какие-то заготовки может пойдут в бой и, разумеется, это приведет к успеху. Ну, посмотрим, что будет в самой игре. Да, вчера прошли выдачи инвайтов на Major осень и по командам осмотрю. Трасты получили, First Departure нет. И вот это, кстати, очень интересно, что FD не дали. Инвайт? Неужели? Даже не верится. Я сейчас смотрю, пересматриваю еще раз. Неужели не дали? Да, FD не получили инвайт, что очень странно. Возможно, они поменяли уже тег, я не знаю, потому что FD точно нет в списке инвайтов. Траста есть. Ну, это интересно, конечно. Хотя, играя тот же Miracle, это не Miracle, но это Miracle, который тоже реально тащит. Ну да ладно, окей, черт с этими инвайтами. Давайте переходите к драфту. Ну, пока без каких-либо необычных пиков. Необычных пиков мы не видим. Все по-стандартному. Есть, правда, у FD уже мощный кэри. У Трастов пока мы его не наблюдаем. Там есть неплохие, ну, либо саппорты, либо оффлейнеры. Несмотря на то, что его немножко нерфнули с тамбой, берут. Он по-прежнему очень полезен. Сегодня вообще много дота, сегодня квалификации. На мейджор, так что заглядывайте. Там на многих каналах они будут идти. И на ТОТ-2РОХАП-2, и на ТОТ-2РОХАП-3. Так что заглядывайте обязательно через 50 минут. Используйте мультитвич. Дабы ничего не пропустить, там и Эмпайр должны как-то освещать, и команду Ашер. В общем, доты будет много сегодня. Берется Лина от команды FD. Вот она на третий пик подъехал. Ну, пока все по-стандартному. То есть, особо обсуждать что-то не получится. Ну, у FD есть неплохой маг-дэмэдж, есть отличный физ-дэмэдж в лице Эмбир Спирита. Есть Сайленс, есть Станы. В общем, всего понемногу они взяли, но в целом... Пока что пик выглядит органично, стандартно. То есть, такой набор героев мы уже видели довольно-таки часто. Тут комбинация саппортов, она, по сути, может убивать любого на карте за счет Эншент Силы, который добавляет немало маг-дэмэджа. Гирокоптер от Растов. Третий пик. Вот азиатской команды. По всей видимости, это будет мейн-кэрри. Но, как еще иначе. Да, использовали его в мид когда-то. И некоторые команды до сих пор пытаются как-то экспериментировать. Но на позиции кариона выглядит намного интереснее. Хотя вот тоже команда Нави пока что гирокоптер не заезжает. В последних пики. Одни проигрыши. Ну и вот он и мидер. От ФД. Квапа. Хотя можно поставить, в принципе, и на сложную. Можно поставить и в мид. Квапа очень... Герой гибкий. И уже... Куда команда захочет его поставить, куда будет лучше, туда она и идет. Но пока позиция кариона занята все-таки. Позиция мид. Свободна. Ну и позиция оффлейна свободна. Ну посмотрим. Так что, думаю, именно пока что идет... Спор между тем, куда поставить квапу в мид или в сложную. Но... На легкую, я думаю, уже ставить ее никто не будет. Трастем. Четвертый пик. На капитанской позиции Лейклс. УФД. Миракл. Капитанит. Да, осталось буквально пару дней. Квалификация закончится. Завтра. И вот послезавтра уже гранд-финал. В 3 часа по Москве, по Киеву. Если ничего не изменится на этом же канале. Там уже будет решаться, кто же поедет на LAN-турнир. Который уже не за грамме. В конце этого месяца в Сингапуре будет большой турнир на стадионе. Должно быть очень весело. Ну и мейджор, да, уже... Вчера буквально объявили инвайд. И уже 9 числа финальный день открытых квалов. А 10 начинаются закрытые квалификации. Так что все очень быстро. И скоро будет очень-очень много красивой, хорошей, вкусной и красочной доты. С 10 по 14 число. Обязательно найти выходные. Освобождайтесь. Смотрите, смотрите, смотрите. Дрэгонайт. А Траст. Вот он мидер. Мидер, который не всегда удачно стоит в центральную линию. Не так все просто. Особенно против Квапы той же. Это дело, в принципе, неблагодарное. Без помощи саппортов. Притом в саппортах таких, которые жить не дают. Санкт-Кинга. Типа, Винтер Виверны. Типа, там, того же Вич-Доктора. Ну и Ферст Депарча оформляет себе Санкт-Кинга. Такой вот у вас пик. Герой. На сложную линию. Ну и... В Пейн-Соломитской. Маклина Эмбер. Трипла. Пик у ФД прям... Идеальный. Если не будут фидонить. Если будет копа. Хорошо стоять мид. И Дрэгонайт. Загнобит. То Эмбер свои слоты вынесет. Копа вынесет. Какой-то фазблингдайгер с помощью стаков. В лесах. Также может вынести. Так, минуты 30-й. 35-й уже заканчивается игру. Вот так вот. Траст решили законтрить. Все, что я сказал. Омни Найт. Да, репел здесь будут решать. Притом очень сильно. И против сайленсов. И против станов. И против тех же скримов. Замедлений. И просто шефс будут на подсейп всегда прилетать. Помогать. Да, вот этот пик, возможно, стал ключевым. В выборе команды Траст. Ну, увидим. Чуть позже. Ждем пока. Игроки разберут своих персонажей. Остается Лина и Queen of Pain. Ну и начнем смотреть. Да, надеюсь, игра будет интересна. Тем более, вот эти вот пики в конце Омни Найтс. На Кинг они более-менее необычны. В отличие от всем надоевших. Queen of Pain, Эмбер Спиритов, Антайнков, Даггерокоптеров. Да, ну, постоянно эти герои залетают. Уже достает. То есть, их пофиксили. Ну, Герокоптера-то уже пофиксили. Того же Антайнка пофиксили. Ну да, с другой стороны вапнули. Но я считаю, что там был. Пофиксили. Аганим собирается на этом герое, но очень редко. Ну и Клоп. Героя. Типа нерфлинный. Но... Валвы как бы намекнули, что этот герой и так балансный. В принципе, я с этим согласен. Но... Тем не менее, и Лина, и Клопа, у которых немножко пофиксили, они все равно появляются. Все равно опасно. Я думаю, что не с горами еще один патч после мейджоров, когда там уменьшен какой-нибудь прирост интеллекта у Клопы. И... Может быть, она и исчезнет. Посмотрим. Чего гадать. Получается, следующий патч будет через полтора-два месяца. Ну, в общем, еще не скоро. В общем, нужно будет подождать. Да и пока с этим патчем не наигрались. Не все герои еще были использованы на полную катушку. Тот же Алхимик, да, которого апнули. В плане Спрея, что он на мидеусе стоит, стоит просто отлично. В плане Баунтируны, которая дает 500 золота на... В первой минуте. Ну, это жесть. Это все жесть. Но пока как-то вот предпочитать делать того же Драгон Найта. В отличие от Алхимика. Ну, хотя бы показывали и Секреты. Буквально пару дней назад Алхимика. Так что, я думаю, еще он появится обязательно. Какие-нибудь азиатские или китайские команды готовятся. Заготовочки их мейджоров обязательно будут. И там уже... Что-то появится. Я в этом не сомневаюсь. Ну, что ж. Миракл на Эмбер Спирити. Фиксерс на Квин оф Пейн. Люби на Скаймаги. Кейл на Сент-Кинге. И Кай на Линия. Команда Сигничит Раст. Лейклс на Герокоптере. Бамбел на Нандайнги. Джебс на Умни Найт. Майпро. Драгонайт и... Эйби Эй. На Тусике. С Мангусиком. С Вардом. С Тоудшилд. Танго. Холлэн Сейф. Ну, в общем, закупился на то, чтобы стоять на Лейне. Как-то спамить Айшард. Ну, и желательно, конечно, не умирать. Это первостепенно важно. Не погибать. Может попробовать руну и своровать. Ну, там Клопа. Правда, да. Фиксерс, если что, прыгнет. И всегда через Айшард сможет пройти. Уходят Трасты на ботом руну. Хотят повоевать. Есть у них желание. Ими Андайнга, ими Омни Найт. Они могут себе это позволить. Ими Тускара. Ну, и на топе. В итоге Санкинг руну должен забрать. А вот над ботами будет заварушка. Если полезут в ПД, не дай бог. Но в ПД не лезут. Потыкали Джебса. Притом так очень неплохо. Продумажили на 200 хп. И все. И разошлись. В итоге забирает Санкинг руну. Забирает Драгонайт руну. Но в этом плане Трасты здесь победили. И все-таки, когда мидер забирает руну, это намного полезнее, нежели чем оффлейнер Санкинг. Тут, я думаю, никто спорить со мной не будет. Так что, небольшое преимущество у мидера команды Траст есть. Оно, конечно, совсем немного ощущается. Но тот же Боттлбул через одного крипа. Стоит Омни Найт. Но Омни Найт гонять не сможет. Он может сейвить. Но это не тот герой, который подходит и начинает тыкать свои булавой. Нет. Это явно не какая-то Виверна или Вич Доктор. Это просто Омни Найт. Но вот так вот, да. Повесил репел. Shadow Strike уходит никуда. Мана тратится. Мана пол, хоть и папа неплохой, но тем не менее. Одну четвертую. Она на такие вот мувы тратит. Это всегда не очень круто. Так, наверное, мне стоит включить звук ТТВ. А вдруг? А вдруг кто-то есть? Надеюсь, ФБ никакие непропустимые. Так, настроечки давайте. Опа. Так. Так, отлично. Только я пати нажал. Пати это не то. Давайте еще раз. Да, настройки совершенно неудобные. Пати эти. Пати, а скай буду жать. Все, отлично. Ну и топ. Undying плюс герокоптер. Приходит сюда Лина. Будет как-то помогать. Может даже убить получится. Снкинг второй уровень. Можно прокачать Сеншторм. Можно прокачать Брусстрайк. Что он и делает. Ну и убивать. Пути так просто. Поставили Сентрю. Она. Не видит Сентрю. Энеми. Подкопали. Бамбел. Старм славил. Но демеджа не хватит. Хотя продамажили так не слабо. Продамажили не слабо. Да, тут два ДК залетает лицом. Плюс восемь силы. Но мы видим, что какой-то Драгонслейв был бы. То, может быть, Кай смог бы сделать Ферзблат. Ну, не все так просто. На ботами. Меркл размениться с Аббом. Связка. Пошел снова Буал. Вот это, кстати, проблема. Чердов нет. Меркл стопит. Тыкает, тыкает. И, может быть, даже сгорит Аббом. Но нет. Заканчивается Флэймгард. Не вовремя. Подцепили. Андаинговый. Вот раз нету ДК. Еще один удар залетает. Ну и вот он. Ферзблат. Подъехал. И от Сенткинга и Атлины. Делят деньги. Успех. Пока что Добла убивает. Хоть саппорта, но тем не менее убивает. Добла нас тоже на бот. Например, Биркспирит фармит. У него Крипстат. Второй на карте. Квапы. В принципе, первый. Ну да, то есть Омнинайт теряет время. Он сейвит на Ипро. Тут вопросов нет. Но он не может никак помешать Квапе. Ну, никак. Квапа не убьет Драгонайта. Но при этом фармить она будет в полной мере. И куда-то и уходить даже какие-то стаки не требуется. Да, если делать стаки, то, скорее всего, не для себя. Для Сент-Кинга. Хотя пока у него второй Бору-Страйк. Стоит, чего-то ждет. Сент-Кинг. Как будто АФК, парень. Такое чувство было АФК, но команда не заметила. Пошел на базу, остановился. Может быть, не туда нажал. Ну, не суть. На ботами. Там проблемы. Уабы. Подошли. Рокомбол закинули. Но Эмбер до конца шел. Угнался. В итоге. Сейв ТП от Омни Найта мы не увидели. Вот это вот. Сама Омни Найта не было. У него телепорт. Ну, зато есть репел. Зато появится сейчас парификация. Не знаю. Не знаю. Омни Найт со вторым уровнем. Он пока на карте будет очень бесполезен. Что по стакам? Стаки делаются. Ну, хорошо. Стаки будут. И, может быть, потом с Драгонайтом он подфармит их. Получит Экспу. Деньги ему не особо так сильно нужны будут. Но главное Экспа. Он дает. Мешает делать отвод. Очень вовремя заметил перемещение. Энеми. Ну, и вроде как ситуацию контролирует. Пока 2-0. Уверенном. ВД начинают. Притом на всех лейнах. И на миде. И на ботами. И на верхней линии. Ну, он, да. Пытается как-то выйти. Может поставить даже тамбу. Но нужен кулдаун. Без кулдауна будет сложновато. Да, флэкены хорошо. Рокет бараш хорошо. Но вот кулдауны. Там будет дополнительное замедление. Дополнительный дэмэдж. Что немаловажно. Контролит руну Майпро. Вместе с Джипсом. Ну, или остается. У пустого корыта, да. Не досталось ей ничего. Но на ботами. Снова убийство. В этот раз через Сайленс, да. Или даже без. Вот непонятно, кулдаун висел или нет. Ну, убили. Убили снова Туск. У Туск уже 0-2-0. 8 крипов. Но наглеет. Идет до конца фармить. И его Скаймак и Меракл наказывают. Сначала, как я сказал, очень уверенно. За First Departure. На Миде Пиксерс. 20 крипов. 7 дэнаев. У Драгонайта 19 крипов. 3 дэнаев. Летит к нему. Заявка на Брейсер. Ну и на топе. Тычки-тычки. Подкоп пошел. Ставится там бас. Танчик. Лейклса можно в работе убить. Прожимать. Лейклс стики. Ну и надо просто уходить. Я не думаю, что она не пойдет до конца. В итоге просто развели на тамбу. Чуть герокоптер не убили. Он там фласку прожал. Стики прожал. Все, что можно. Тангустик еще можно спушить, если что. Ну и тамбу еще запармил. Кейл. Красавчик. 100 золота просто получил. Ну и уходит на 50 хп. Фласку нажал. И назад на лейн. Бороться. С летчиком усатым. На бот он смещается. Назад на Брисперид. Сходил он на базу. Жалко не было ремнанта. Но рисковать стать на лейне не нужно было. Связка. Абу. Связали. Пошел снова бол. А теперь репельчик. Репельчик дается. Конкассив не прошел. Он ставился бы немножко пораньше. Вот он ставился по джебсу. И какой же там демэдж? Айшардс неудачный. Атабу еще можно и абу подцепить. Связка. Есть. Связывают абу. Это минус 2. Ой, как же там Туск ошибся. Да. И по сути своего тиммейта поставил. Собил. Такой своеобразный автогол. Свою команду. 5-0. Ну и Туск тут пока. Фидонит. Мераклоу. Мераклоу. 4-0-0. 700 золота. Маджиквен. Боттл. Ну, какие-то барабаны. Потом травела. Как раз и азиаты любят это делать. Если наши команды как-то еще могут обойтись. Без травелов пока пойти. По артридцей выход в F2. Иначе. Репел. Закинули. Если стан. Есть стан. Ну, приходит. Меракл неожиданно связать. Не получается. Пытаются просто бить майпро. Задувают. Так, чей все-таки кинул в пейн. Меракл. Горификация. По майпро. Меракл. До конца может быть и ошибкой. Меракл. Надо уходить. Ремнат. И дает. Прилетает на джаб со ста. Но зачем лететь? Ведь тычка от тавера. Хаста заканчивает. Остается 20 хп. Это минус 3. Размен на двух героев. А стоило ли того? А стоило ли того? Ну, по золоту все ровно. По хп немножко фд вышли в плюс. Но не знаю. Это не считает, как понимаю, еще некоторые смерти. Туск на поводу. Бивайская мага мстит. Квапабу тоже пытаться убить. На развороте рядом. А мне Найт. Ай-шард. Блинка нет. Под репелом пошел. Но нет ничего. Нет ничего. А бы ни шардов. Ни сноубола. Поэтому вынужден просто отойти подальше. Опа, на развороте. А там же панч. Ремнанты. Прилетает. Каби освязать. Связывает. Абу. Есть. Тут он не Найт. Порификацию боится дать. А была ли это мана? Мана. Была. Но боялся подходить. Потому что первая парификация, она бы особо ничего не решила. Абп там очень мало бы подлечили бы. А так бы еще мне Найт мог себя подставить. И был бы он без репела. И тогда смерть была бы почти гарантирована. 8-4. Но как-то трасты огрызаются. И показывают, что могут воевать ведь. Но это хорошо. Нам дух соперничества очень нужен. Играть в одну калитку это конечно круто. Но давайте без этого обойдемся. Хотя пойдемте без этого. Декей. Сенкинг. Есть эпицентр. Транкфилость. И кем? 800 золота. Наличие одному здесь лучше не лезть. Хотя убить его будет сложно. Сентрей-то нет. Ну просто элементарно идет Сеншторм. И все. На этом все завершится. Уходит за руной. Там Квоп. Контролит также руну. Но летит Боттл. Надо Боттл дождаться. Да. Боттл обузился. Поэтому его и не было. Так что полностью себя. Фиксерса отхиливает. И еще забирает готовую бутылочку. С иллюзиями. Ну и Сенкинг. Эпицентр не прокачал. Ну понятно. Да. Без блинка. Как-то скастовать его не получится адекватно. Драгонайт ведет себя. Пауэр-тридцы. Брейсер есть, мужик. Бэнд есть. Ну. Можно и барабаны купить. Какой-то БКБ не помешает. Надо выходить. И артефакты защитные, нежели атакующие. Не нужно ждать, пока Гирокоптер что-то нафармит. Акьюлов, ФС-босс Брейсер. Тоже арты неплохие. Нетворс на девятой минуте. Пора взглянуть бы. Ну вот так вот. Да. Несмотря на то, что у Эмбер Спирита было 6-1-1. Он не так уж сильно обгоняет своего оппонента Гирокоптера. Какие-то там сущие. 200 золота. Что ничто. Хотя у Гирокоптера счет не такой. Крутой. 1-0-0. Но Крипстат. Крипстат, да. Немного, да. Перегоняет. Эмбер Спирита. На миде тут. Омни Найт. В смоке. Непонятно, как он может влетать. Ну, через Сноубол, да. Пытается найти кину в пейну. В Квапу вообще влетать без какого-то четкого дизейбла нельзя. Ну вот, он там пошел. Вот он задув. Но там сразу сейв ТВ. И тратится формам никуда. Надо либо пушить, либо отходить просто. Форма не бесконечна. На топе. В рейв. По Лейкесу. Эпицентр. Пошел. Ставится там баф. Толри. Блейкл до конца живет. Но тут слишком много дэмэджа. Надо тамбу убить. От него сложно будет уходить. Уходит. Думал, не уйдет. Длин, он уходит. Ну, еще и тамбу формят. 125 золота. Страстаем. В этот же момент пушат в центр. Очень удачно. Крипы есть. Форма еще будет действовать прилично. Ну и вышка как-то упадет. Вот, если честно, не придется на топ. Тот же Фиксерс. Есть у него Соник Вейв. Глиф. Не прожимается. Конкассив шот. Прыгает коп. Соник Вейв не попадает по Майпро. Какая же ошибка. Связка от Миракла по двоим. Не точный. Мистик Плеер. Никого не попадает. Задув. Минус Энкинг. Проблема у Фиксерса огромная. Остается 80 хп. 20 хп. Блинкаут. Миракл на развороте. Воюет. Порификация. Майпро. Живет. Рокет Бараш. По Мираклу. Вагу на Блэйд. Минус Драгонайт. Но и Миракл-то все равно погибает. Миракл-то погибает байбэк от Миракла. Он возвращается назад в флайт. Надо убивать Абу. Абу. Убьет Ли. Да, убивает Абу. Дальше что? Лейк Элз. Рокет Бараш. Кулдау. Миракл очень больно дает. Ремнант улетает отсюда. Стелл этот байбэк. А вот. А если убьет Джейбса, то будет круче. Задув. Дается. Трипел. Миракл. Надо уходить на Ремнанте. Миракл надо уходить. Бежит. На ХГ возможно хочет залезть. Или просто пешочком. Флэмгвард. На развороте. Пошел воевать. Джабсон убивает. Убивает. Слорип не спасает. Но осталось ли того. Ремнанта нет. Еще 5 секунд. На развороте. Воюет. До конца. На мужика. Миракл. Пошел. Спили мы Флэмгвард. Надо лететь на Ремнанте. Ремнанте прилетает. Тычку надо. Еще одну тысячечку. Проживается стикер. Реши Миракл. Таки погибает. Клоп. Ворвалась. Убивайтесь. Двоих. Задув. А Драгонайт. Но формул в этот раз не будет. Боттл. На люби. Есть Мистер Флэр. Клоп. Улетает. Варлус Панч. Ну и вот он. Варлус Панч. И дает. Минус Скаймага. Вот это файт. Вот это файт еще просто. Который шло уже минуты полторы. После байбека. Но Эмпер остался в маленьком плюсе. В общем маленьком-маленьком. Тем не менее плюсе. 1600 у него. Травел Ам. Почти есть. В руках. Почти да. Не совсем. Вот это вот ребят полоска. Если что это вот вы еще то. Я не знаю почему она появляется. Вот честно. Но она появляется. Иногда если появляется ромб. Треугольник. И ну ладно. Паузка она не так ощутима. Кажется что будто экран типа порезали. Какая трещина на нем. Не волнуйтесь. Это не трещина. Прожимает глип на нижнюю вышку. Ну MyPro форму тут используют на 100%. Притом один. Тиммейты были правда рядом. Но об этом команда Фроза Парча. Они знали. 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 Да. Вард все видел. Знал. Размен. Но Лена не так круто пушит. Тем более пассивку не только в единичку прокачивая. Рядом есть Пиксерс. Ждут прилетят что. На сейв телепорты. Спасать вышку. Но никто не летит. Идут Траст дальше. Форма. Правда вот-вот закончится. Без формы будет сложно. Ну подпушили. Подпушили. И все. И можно теперь отойти. Да. Потому что Фроза Парча ничего не сделали. Они ничего не спушили. Все вышки у команды Траст стоят. Ну и под центрей. Под вардами. Говорят. У нас форма скоро откатится. Говорят. Может еще постоим. Приходит. Меракл. Меракл. Поцепили. Сноубол. Коудаун. Меракл по-прежнему встани. Панч. Это минус Меракл. А вот так вот. А вот тебе и Траст. А начинают огрызаться настолько сильные. И там уже графики в нули выходят. Поэтому опять же. Ничего особо. Фроза Парча сами не пушат. А тут уже вторая вышка будет падать. Ну не то что падать. Но уже просела на 700 хеллспоинтов. Что немало. Майпро улетает на базу. Блин. ПТ. 1200 на руках имеется. Ну и вот так вот. Потихоньку Драгонайт вышел в топ-1. По фарму. В смоках. Фроза Парча. В поисках. Кого бы то ни было. Но уже слишком поздно. Опоздали они. Поезд уехал. Надо идти на другую линию. Ну можно на верхнюю да сходить кстати. Там есть клиенты. Кликают миллиард раз. Что герокоптер. Что он дайинг. Как минимум два героя имеется. ФД никто не видит. Что перемещается все таки вот ребята в смоках. Но файта может повернуть в другую сторону. Тут все таки 5 героев. Находят Майпро. Подкопали. Майпро. Эпицентр словит. Соник вейв. Стан дает на эпицентр. Уже полетел. Анжин сил Майпро. Таки погибает. Клодаун. Попадает по Кейлу. Кейл до конца. Уходит Сен Шторм. Ставится Сен Три. Буроу Страйк. Подкопали. Отличная парификация. Лейкл до конца. Стоит живет. Ну да. С Омни Найтом это можно делать бесконечно. Даже пока бы не собирает. Лагуна Блейд. Минус Омни Найт. Но уже погиб Бомбер Сперит. Погиб Блокин Оф Пэм. Пробей ему Скаймага. Минус Скаймаг. Остается одна Лина. Погоня Лейкл до конца. Стан он. И выйдет. Ну и Ракет Бараж делает фулл Тим Вайв для команды Траст. Размин в два героя. Мидера и Саппорта. Ну и Герокоптер получает опять же какой-то адовый буст. Просто Терен топ-1 по Нетворсу. 1800 золота. Бейс Бут. Барабаны. Аквила. И вот он у меня это решает. Он даже был без ультимейта в файте. Но этого хватило. Да. Сделал чудеса. Ну и уже и Туск. 3-5-6. Уже не так он и плох. Уже и Пауэр Трицы. Уже и Боттл. И 1700. Это фарм какого-то. Может быть Глиммер Кейпа. Может быть Блинг Даггера. Может быть даже какой-то Мекки. Потому что у меня это с этим все туго. Мека тут не помешает. Если вы идете пушить с Драгонайтом. То Мека это прям неплохой вариант. На топе. Май Пролок. Уже с формой номер 2. Бьет по вышке. Бьет больно. Ну и готов воевать снова. И те и другие. И ждем. Формы еще будет действовать очень много. Так что Май Про может понаглеть. Правда нет никакого БКБ. Пока есть только заявка на ОН. Люби. Позиции стал. Есть третий Сайленс. Надо находить разумеется. Он мне на это врыв на Кае. Кулдаун пошел. Кулдаун по Кае. Очень больно. Мистик Плеер. Верно это все дается в репел. Полейклс. Улюби. Тепп аут. Сделает линии. Нет. Никуда он уже не улетит. Там зомби. Там сам. Дирокоптер с Акербаражем сгрызли. Скаймага. Опять же. Раз бы никого не потеряли. Еще и вышку спушили. Ко всему прочему. Иду дальше. Погоню. Кого-то. Отыскать. Тусик. Айшард. Дал. Эйла. Спалили. Бороу страйк. Ну и находит Клапу намного. Интереснее цель. Есть у него блинкаут. Станчик дается в воздухе. По фиксерсу. Задул. Минус фиксерс. И в эту секунду уже заканчивается форма. Как же все удачно складывается. Это команда Траст. И как неудачно складывалось уже все. В начале. А теперь игра перевернулась. Просто перевернулась. И шансов у ФВД становится все меньше. Отыграться. Ну да. Не было мерокла в файте. И по сути вот за вот эти вот 6 минут отыграли 3000. Еще заработали 3500. Цифры просто невероятно страшные. Сэн Кинг. Блинк. Транклило. Стики. Ну мы видим, что Сэн Кинг два раза прокастовал эпицентр. Два раза он был убийственный. Но пока какой-то супер комбинации через эпицентр пятерых мы не увидели. Ну или там в двоих, в троих. Пока выбирает одну позицию. Но если находится он ненавид хорошим. Вместе в нужное время. То репел решает абсолютно все проблемы. Да. Драгонайт даже не будет собирать БКБ. Зачем? Может быть попозже. В минуте сороковой. Когда там быстро будут он не на это покусить. А сейчас есть помощь личного саппорта. Да и плюс БКБ на поздних минутах. Что оно будет долгое. В то время как у той же КВОП. Если он появится. Будет там действовать 5 секунд. У тебя будет 10. Еще плюс репел. А суммарно там цифры вы понимаете какие. 22 секунды может действовать. Иммунитет к магии. На миде. Кейл. Стоит. Фармит сенштормом. Есть и сентрей. Сентрей он дайнинга не наблюдается. Тут также без сентрей. Без дастов. Ну купите же. Вот дасты это же легкая цель. Особенно когда у вас столько блингайгеров. Герокоптер фармит. Стаки. Ну и будем смотреть что это будут. Опять же. Сенж яша. Либо же что другое. Врыв от меры клана. Абву. Улетает ремнантис. Дан от майпро. Ремнантов больше нет. Точнее не хватает маны. Стики уже были нажаты. И минус. Эмбер спирит. Меркл начинал с 4-0. Закончил пока что 9-6. Лейклса. Нашли. Подкопали. Эпицентр. Дается. Где он не найт? А вот он не найт. А вот он репел. И на развороте. Здравствуйте. Гвардиан Инжел. И бить. 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 Минус скай. Проблемы также у пенуфей. Мистик флеер дается. Лейклс его и вейдет. Находит и любит. А снова фуллтимвай. По сути от 3-х героев команды Signature Trust. Майпро. И обе файте даже не было. Но опять же. Как вовремя он не найт дал ТП. Под сейв. Под гирокоптера. Ну и сделал. Все что должен был сделать. Ну и Trust. Пошли. Пушить. 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 Формата еще действует. Тут много. Оно только появилось. В Майпро. Как минимум одну вышку. Потом уже на ТОП переместить. Прожимается глиф. Есть. Миракл. БКБ от гирокоптера. Ну вот. На БКБ. Ну опять же. На Майпро вешать. Репел. На гирокоптер вешать. Просто БКБ его. Уже. И все. Два героя неувезвимые стараются. БКБ от гирокоптера. БКБ вешать. Стритвард, ребят. Я прочекал. Правда, стойку это. 400 золотый. 566 опыта. Но тем не менее я прочекал. А потом вышка красная. На ТОП вышка. Более здоровая, нежели на низу. И башня падает. Очередная вышка. Опять же. Это все деньги, деньги, деньги. И уже 7500 по золоту. По опыту. Аналогичная ситуация. Репел. По Майпро. Ну на какую-то Рошана может быть выйти. Яша летит. Майпро. Дайя. Майпро. Думаю, будет тут решение прям самое лучшее. Не хватает какого-то, конечно, Владимирса. Для того же Undying. Но есть Хардреска. Не факт, что это, конечно, Владимирса. Скорее всего, это обычная Мека. Но тем не менее. Ставится Тамба. Рошан придет. Зомби, станчик. Ну, бьют-то. Довольно-таки долго, будем честны. Но при этом этого хватает. Там подходит еще и АБ. Умни-Найт. Команда Ферзи Парчин. Это никак не реагирует. Они пытаются фармить. Может, они знают, что это Рошан. Но боятся врываться. Потому что слишком много иммунитет к магии. Да, у них крылевые прокасты. Эпицентры. Лина с лагунами. С драгонслейвами. С лейвами замакшенными. Это все круто. Но то, что реально пробивает БКБ, тут можно пересчитать по пальцам. Это Соник Вейв. Ну и потенциально это лагуна с агонимом. Все. Как воевать? Непонятно. Находят Сенкинга. Сенкинг. Здравствуйте. Декей. Ставит сразу Сен-3. Бороу-страйк. Пытает отсюда уйти Сенкинг. Но улетает в небеса от Тузка. И надолго улетает. Ну и улетает отсюда еще Эмбер Спирит. Правда на телепорте. Просто дальше фармить себе Баттлфюри. Пора бы уже, да. Нет, были случаи, когда Эмбер, даже проигрывая много денег, оппонентом отыгрывался. Делал камбэк. Так что все вполне возможно. Можно просто ждать и верить, скажем так. Все, кто поставил на ФД, те, кто берет ФД. Тут еще команду хранить рановато. Хотя все будет очень сложно. Там все-таки Драгонайт уже 1700 хп. А Эггис у нас. У игроков, турнир 1800 хп. Сенж имеется, будет Сенж Яша, БКБ. Ну, толстоватые персонажи, это как их пробивать? Та же Соник Веб через БКБ, но а демеджа физического особо не хватает пока что. Эмбер, кроме БФ, нужно будет фармить еще какой-то Кристалис, чтобы реально выносить. Дамаг. Майбро прыгнул, напугал. В итоге съели очередную вышку. Неужели на Сир-3 пойдут? Ну, идут на Сир-3, а что по байбекам? Кстати, ситуация такова, что Эмбера байбека не будет, у Квапа и будет. Ну, то есть повоевать еще они смогут, это точно. Пытаются как-то разминиваться. На ботами Миракл, на топе Квоп. Фармят крипов, пытаются и к вышкам подобраться. Но тут-то вышка падает быстрее. Уже стоит тамба. Врыв от Майбро на Люби. Кулдаун. Пошел, задув. Минус Каймак. Каймак-то без байбека не будет, этого полминуты, это точно. Ну и проблема у Милибрака. Он начинает падать. Тысяча хп остается. 900. Врыв от Майбро. По Каю. Под Репелом, опять же, никак. Ты его не остановишь, он просто прыгает и убивает. Ну и минус сторона. Просто пара, я думаю, не рассчитывали. Так быстро вылететь с турнира, но пока все к этому идет. Трасты правильно делают, а не давят. Они понимают, что именно это то, что нужно делать. Подкопали. Майбро. Но вол, пошел. Крипов. Байбек от Лины. А вот это непонятно зачем. И просто бежать. И просто бежать, да. Как бы тут уже больше нечего делать на метле. Хотя врыв. На Санкинга. Пошел. Панч. Минус Санкинг. БКБ нажимает. Лейклс. Может быть поспешил, но боялся рисковать. Ну и просто улетать сюда. Да, там все-таки Миракл-то сделал свое грязное дело. Спушил тир-2 вышку. Но итоги боя неутешительные. Графики растут. 13 тысяч уже по золоту. Цифры, опять же, не самые благоприятные для команды First Deparch. Сторона упала. На ботами стоит. Тир-3 вышка на топе. Тир-2. Так что Траст, я думаю, именно туда пойдут. Ну и Айгес пропадает. Без использования, по всей видимости. Я думаю, что за 2 минуты не успеет куда-то зайти. В какой-то файт. Дезолятор уже от пуска. Ну, это насмехательство над командой ФД. И теперь Аба с панчем, шардами, ударом качественным. Можно Лину пасовать и райдкликать. Но Скаймага, я думаю, тем более отправлять. Путешествие. Небесное. Блин, а Става в Юзардре. Скаймаг. По сути, пустой. Арканы. Мэджик Вент. Но это уже 25 минут. Ну, тут сложно как-то винить саппортов. Хотя, да, по нафору, они последние. Кирокоптер 13500. Драгонайт 12700. Но Эмберспирид как-то вроде находится на неплохой позиции. Но неплохой. Это явно не то, что хотелось бы в команде ФД. Форма активируется. Заход будет на нижнюю вышку, на нижнюю башню. Которая охраняет бараки. Врыв от Майпро. Кай. Байбэк только что сделал. Не будет его почти минуту. Связывает Меркл двух героев. И что? Дает фисты. Подкопали. Майпро. Проблемы. Уходит он в Глиммер Кей. Прожимается Мека. Фиксерса подцепили. Фиксерс погибает. Гвардин. Энджел. Ну и два байбэка. Квапа без байбэка. Это Сноубол. Покатились. Покатились, покатились. Сенкинг. Эпицентр. Кастует. Неплохой эпицентр. Лейклс. Есть АИКС. АИКС вот-вот исчезнет. Надо лучше умирать. Лейклс. Живет. Лейклс живет. На 150 хп. Убивает. Сенкинга. Ну и падает вторая сторона. Проблема у Майпро. А Майпро там может погибнуть. Да. Минус Драгонайт. Надо убить. Надо убить обязательно сторону. Говорят. И давайте этот другой барак бить. В итоге никакой не убивают. Вот это зря. Это очень зря, что как-то сейчас немножко не сыграли. Ребята. Не били рейндж. Второй миле. Если бы пили бы пятером. Так. Тут врыв. На развороте. Пошли. По Мироклу. Дается Сайланс. Апа уходит в Глиммер Кей. Мирокл погибает. Нет байбайка у Мир Сприт. Но по-моему это уже конец. Кулдаун идет. Просто лайкал. Так. Конца буквально. Под фонтанчик. Минус раз. Минус два. Минус три. Ну и... Да. Вот так вот все. По-моему и заканчивается. Бараки под атаку. Они дальше идут. На Квапу. Говорят. Иди сюда. Поболтаем о жизни. Падает сторона. Номер два. Но на топ-то не зайти. Очень беда. Придется идти назад. То есть игра не заканчивается. Куда? Куда вы полетели? Сноубольщики. На. Соник Вей. Баралл Страйк. Почему нельзя просто убить в сторону и уйти? Непонятно. Трасты здесь издеваются над своими тиммейтами. Оппонентами, конечно. Тиммейты. Свои же. И уйти. Уйти. Опять же там теперь графики таковы, что... Отыгрывать такое почти невозможно. Кираса Драгонайта. Задача простая. Зайти на третью сторону и... Закончить игру. Пять тысяч улыбнулся. Но это просто бутерфляй. Почти райт-клика можно покупать себе. Ну и бегать. И всех убивать. Как в принципе. До этого делал. Играет 14-2-10. Гвардиан Грифс. От. Андайга. Он найт. Гвардиан Энджел. Уже второй имеется. Глимер мы видели. Арканы. Соларинг. Две тысячи. Блин, что-то себе везет. Варды. Да, блин. Опять же все печально. Ну вот вроде коп с аганимом. Круто. Эмбер. Бэф. Травела. Ну вот травела пока сложно как-то реализовывать. Сложно сплит пушить. Когда команда трасс захватила абсолютно всю карту. Они все видят. Они все знают. Ну хотя смотрите. Тут вроде с н3 поставили. Позбивали немножко вардов. И вот вижу примерно атаков команды. Берз де парчо. О, команда трасс. Вот этот очень хороший вард. Уметь перемещение. Путер два вышкой. Ставится с н3. Он сбивается. Все правильно, да. Должны понимать, что там сейчас будет много всего ставиться, дабы заходить на вышку, дабы игру заканчивать. Еще с н3 побольше. Сигел полетел. В смоках находится. Здрасте. Ну и доедалус от гирокоптера. Да, там критули будут вылетать. Что? Просто ужас какой-то будет на глазах у игроков команды First Departure. Выбрали позицию. Прорубили леса. Хорошо. Выходит. Даник вместе с гирокоптером. Даник. Там бой, разумеется. Готовый ставиться в вард. Видят ли его здесь с н3. С н3 его здесь не видят. Ну и мэй про начинает бить. Неохота даже тратить форму на тирадовышку. Клиф имеется, разумеется, в ФД. Но тут сейчас либо они дефят, либо это уже ГГ. Мы говорим конкретно про вот этот тавер. Потому что с байбэками ситуация такова, что ни у кого нет, кроме Амни Найт. И кто бы там ни погибнуло, команда ФД. Для плачевного. А вот КВП появился. Окей. КВП есть. Откатился только-только. В рейв. Майпро. На Лину. Лина, до свидания. БКБ от Герокоптера. Эпицентр, опять же, никуда вообще никого не может Хейл подцепить. Умирает не Систент Кинг. Двух героев нет, трех героев нет. Ну и без байбэков. Миракл. Гуд гейм. И команда. Фирс Депарчик, к сожалению, покидает квалификацию азиатскую. Няняк чемпионшип. Трасты проходят дальше. И с кем встретиться мы узнаем. Всем скоро. Что у нас дальше по расписанию? Посмотрим, какой у нас матчик будет. Если не ошибаюсь, будет у нас игра.